Город Бавлы присоединился к акции Всероссийский парад коммунальной техники. Он показал, что бавлинцы встречают осенний-весенний период во всеоружии. Такой оснащенности коммунальной техникой в нашем городе еще не было. Тему продолжит Фрида Зьярова. На вертолетной площадке была выставлена техника коммунальных предприятий, специализирующаяся на уборке снега, расчистке и обработке дорог. Выполнение работ в сфере ЖКХ всего 44 единицы. Большинство из них это многофункциональная современная техника. Приобретенные в последние годы. Были и редкие машины. Например, специализированный КАМАЗ городских электрических сетей с грузоподъемной установкой американского производителя. Таких по всей республике только 10 машин. С выставкой коммунальной техники ознакомился глава Бавлинского муниципального района Рамиль Готиатули. Буквально 4-5 дней назад нашему району было вручено 3 единицы коммунальной техники. Это два в благоустройство попало. Один у нас попал в горсервис. Значит, это в рамках республиканской программы обновления коммунальной техники. Сегодня руководство республики, президент, обращает на это очень большое внимание. Мы раньше не могли быстро, своевременно, в те положенные нормативные сроки очистить улицы от снега, особенно в зимний период. Теперь такая возможность у нас появляется. Самое главное, я считаю, что та техника, которая есть сегодня, посмотрите, сколько здесь еще не все выставлено, если ее грамотно эксплуатировать, мы вполне можем в нормативные сроки уложиться. Все зависит от вас. Я в преддверии вот этого сложного сезона желаю, чтобы наша техника не ломалась в первую очередь, во-вторых, чтобы вы ответственно подходили и слышали от наших граждан только слова благодарности. Кроме того, в ближайшее время район приобретет еще две единицы необходимой техники. Также планируется покупка компактной вакуумной подметально-уборочной машины, которая опробировалась на улицах нашего города в течение месяца. Я считаю, что в целом техника вся готовность очень высокая. Основные задачи сегодня коммунальных служб, обслуживающих организаций, правильно использовать эту технику. Ведь одно дело почистить дорогу, а другое дело почистить ее вовремя. И вот над этим нам надо серьезно работать, смотреть, чтобы, так скажем, отслеживалось это все и мониторилось постоянно, эффективно использовалось. Ну и, конечно же, я думаю, что это позволит нам создать действительно комфортные условия проживания нашим гражданам и еще улучшит жизнь в нашем любимом городе. Айгур Хусанова Фреда Зиярова, Эльмир Башаров, ОБРТМ.